Здравствуйте, друзья! В этом видео мы с вами рассмотрим самый простой способ, самый быстрый способ создания своего блога в интернете. Данный способ я использую для создания блогов своим клиентам. Этот способ является очень простой. На самом деле у меня есть видеокурс, в котором рассказан весь процесс создания блога, однако изучение данного курса иногда вызывает различные затруднения у новичков. Дело в том, что мы с вами сначала создаем блог на компьютере при помощи программы локального сервера Denver, потом его там настраиваем на компьютере и в итоге переносим уже готовый блог на реальный хостинг. И вот сама работа с программой Denver, а также перенос блога на реальный хостинг в основном вызывает у новичков трудности. Чтобы этого не допускать, я решил записать вот этот самый простой способ, видеоурок небольшой, в котором я расскажу весь процесс создания блога. Итак, что мы будем с вами делать? Что вы узнаете из этого урока? Во-первых, мы с вами выберем хостинг и выберем тариф, зарегистрируем себе домен, установим сам движок WordPress, выберем тему, настроим верхний вид нашего блога, установим и настроим основные плагины и в общем-то настроим блог, напишем название, описание, файл robots.txt, чпу, ключевые слова и так далее. Ну вот последний пункт, шестой, я вам показывать полностью не буду, мы с вами разберем только самые основные и необходимые моменты. В итоге вы получите практически готовый блог, который будет уже выложен в интернете и будет работать. Итак, давайте перейдем к процессу создания вашего блога. Первое, что нам потребуется, это выбрать хостинг и зарегистрироваться там. Я использую хостинг макхост, поэтому на примере этого хостинга я буду показывать вам процесс создания блога. Об этом хостинге я писал статью, вы можете ее прочитать, найти ее очень просто, вот в самом низу моего блога, вот здесь вот есть ссылки на статьи и здесь есть такой пост, который называется «Какой хостинг лучше?». Вот его можете найти и перейти, почитать тут отзывы, мои отзывы, отзывы других блогеров и так далее. Кроме того, я вам скажу, что на данном хостинге на сегодняшний день проводится акция, то есть если вы выберете данный хостинг, вы можете воспользоваться в течение трех месяцев совершенно бесплатно. Для этого вам нужно написать мне письмо и я вам пришлю специальный код, который вы вставите в специальное поле в процессе регистрации. Ну, сейчас мы это все с вами подробно рассмотрим. Итак, переходим на сайт хостинга макхост. Здесь нам нужно выбрать с вами тариф. Ну, для новичков мы выбираем виртуальный хостинг. Выбираем тариф профи. Здесь мы пишем наш email адрес, то есть у вас должен быть уже готовый почтовый ящик. Сейчас я напишу свой. Здесь оставляем физическое лицо, соответственно. И вот здесь вот есть такое поле промокод. Если у вас этот промокод есть, имеется, напомню, что взять вы можете у меня, написав мне письмо, да, и получите код. Вот сейчас я код этот вставляю, один из своих кодов. И переходим, нажимаем кнопку далее. Так, вот здесь нам показывает, значит, что мы выбрали с вами тариф профи с использованием промокода. И этот тариф нам дается на 90 дней бесплатного хостинга. Теперь здесь мы должны написать домены. Если у нас домены нет, значит, мы нажимаем просто далее. Здесь мы нажимаем согласен. Вот, значит, нам отправили на наш указанный имейл пароль. И вот такой вот логин у нас с вами будет, да. Сразу мы его сейчас скопируем. Так, значит, я эти данные сейчас выпишу себе, допустим, в отдельный файл. Так, значит, я вот скопирую логин и пароль и вставлю сюда, да. То есть, вот так вот сделаем. Сейчас мы должны войти в панель управления хостингом. Вставляем сюда наш логин, копируем пароль и вставляем его в поле пароль. Все, заходим. Можно пока запомнить. Так, и теперь нам нужно с вами зарегистрировать домен. Для этого вот здесь вот нажимаем кнопку регистрации домена. Здесь мы вводим тот домен, который нам нужен. В данном случае у меня вот этот. И нажимаем вот здесь вот кнопку новая анкета. Здесь, значит, мы заполняем всю вот эту вот информацию. Так, вот сейчас мы добавили анкету. Здесь у нас опять все исчезло. Вставляем сюда название нашего домена. Данные для размещения на хостинге здесь поставим единичку. И придумаем себе пароль. Потом этот пароль можно будет посмотреть. Теперь нам нужно, самое главное, пополнить баланс на нашем хостинге. Так, ну, допустим, я здесь выберу способ оплаты Яндекс.Деньги. Так, здесь нажимаем оплатить. И здесь нужно ввести свои персональные данные. Так, вот нам пишут, что платеж успешно завершен. И здесь у нас сейчас появятся деньги. Здесь можно нажать сразу кнопку добавить. Итак, после этого у нас появилось с вами вот такое вот окно. Здесь нажимаем продолжить заказ. И все. Теперь нам остается ждать, когда наш домен подключится. Здесь вот нам необходимо еще создать базу данных. Нажимаем кнопку создать. Здесь пишем имя базы данных, да, логин и придумываем пароль. Нажимаем добавить. И все, наша база данных подключится. Это нам нужно для того, чтобы установить потом WordPress. Вот здесь у нас во вкладке сайта появился наш новый домен. И здесь вот идет такой вот ползунок. Написано регистрируется. Для регистрации домена может потребоваться определенное время. Ну, допустим, я вам рекомендую часов в 6 подождать. И потом уже продолжить установку своего, создание своего блога. Его установку дальше. Так, после того, как ваш домен активируется, по идее, вы можете эти 6 часов ждать. Или можете же сразу вот здесь вот нажать установка приложений. И в самом низу вот здесь практически выбрать WordPress. Нажать кнопку установить. Здесь мы ничего трогать не будем. Вот наш домен. Вот наша база данных единственная. И нажимаем установить приложение. Вот здесь вот будет наш логин и пароль. Их вы можете сразу себе записать. То есть, копируем эти данные. И вставляем в наш файлик. Я напишу админка. Так, и нажимаем установить приложение. Все. После установки WordPress, когда вы наберете в строке браузера вот этот вот домен, то есть наш домен. Нажмете, вставите, перейти. У вас должен появиться сайт. Вот. Пока WordPress еще не установлен. У нас с вами ничего не появляется. Теперь мы ждем, когда вот здесь статус будет завершено. И мы сможем зайти в админку и продолжить создание своего блога. Итак, прошло определенное время. Наш блог уже готов. Вот он открывается. И теперь нам нужно поменять тему, настроить внешний вид блога, установить различные плагины и также их настроить. Для этого мы с вами, во-первых, вам нужно найти сами вот эти вот все, выбрать тему, подобрать плагины, приготовить. Вот я приготовил такую папку. Здесь вот у меня тема. Выбрал я тему Gray Magic. Вот она представляет из себя папку, внутри нее файлы. То есть вы скачиваете ее с интернета. Также скачиваете различные плагины, которые будете использовать. Все это дело готовите, складываете вот в такую вот папочку. И теперь нам надо подключиться к нашему серверу и загрузить все эти файлы на блог. Для этого я использую программу FileZilla. Я ее открыл. Теперь мы смотрим с вами данные, которые нам нужно ввести для того, чтобы войти, подсоединиться к нашему блогу. Делается это вот здесь. Заходим в панель управления нашим хостингом. Здесь вот жмем мой аккаунт и нажимаем вот эту вкладку, открываем пароли аккаунта. Здесь нажимаем показать пароли. Вот у нас пароли для FTP соединения. Здесь значит хост. Копируем вот эту вот строчку. Вставляем ее в поле хост. Далее нам надо имя пользователя и пароль. Точно так же копируем логин. Это наше имя пользователя. Вставляем сюда. И точно так же копируем пароль. И вставляем сюда. Теперь нажимаем быстрое соединение. И сейчас файл Zilla соединится с нашим блогом. Создан. Здесь мы выбираем папку HTTP DOCS. Входим в нее. Здесь мы заходим в ту папку, которую мы приготовили с шаблоном, с плагинами. И давайте сначала скинем файл robot.txt в корневую папку, в папку HTTP DOCS. И теперь скинем тему. Заходим в папку VP Content. Здесь папка Teams. И сюда копируем папку с темой. Так, я ее переместил в плагины нечаянно. Сейчас мы ее скопируем. Так, и здесь можно ее переместить выше. И теперь осталось нам скопировать вот эти вот все плагины в папку с плагинами. То есть она тоже находится здесь же в VP Content и папка Plugins. Вот сюда мы выделяем все эти плагины. И переносим, копируем сюда. Так, ну там уже какие-то есть. Давайте я тогда перезаписать нажму. И сейчас все это дело у нас скопируется. Так, пока копируется, теперь нам надо попасть в админку нашего блога. Давайте мы откроем это дело пока в новой вкладке. Здесь вводим VP-админ. Заходим. Имя пользователя у нас вспоминаем. Смотрим здесь. Так, здесь у нас нет. Я его копировал в свой файл перед тем, как установить WordPress. Значит, имя пользователя у нас админ и вот этот вот пароль. Копируем. Здесь пишем админ. Вставляем пароль. Здесь вот у меня появилась капча. Здесь 5 плюс 7 будет 12 и нажимаем войти. Ну, можно пароль пока сохранить. Здесь сразу мы попали в админку. Нажимаем сразу обновление и вот и тут все дела. Давайте обновим. Для начала обновим WordPress. Так, он у нас обновился. И теперь опять жмем обновление и обновим плагин, который у нас... Так, здесь у нас все скопировалось. Обновим все плагины, да? Значит, выделить все и нажимаем обновить плагины. Так, вот все наши плагины обновились. Теперь у нас нет обновлений. Кстати, плагины можно прямо вот здесь вот в административной панели нажимать плагины. Вот здесь вот нажимать добавить новый. И любой плагин, который вам нужен, вы можете вот здесь ввести его вот в это поле поиск и нажать поиск плагинов. И таким образом можете прям в админку скачивать эти плагины и устанавливать здесь. И теперь давайте активируем сначала нашу тему. Так, вот она у нас. Нажимаем активировать. Смотрим. Здесь обновляем страницу, что у нас получилось. Все, тема у нас поменялась. Вот такая вот тема. И активируем нужные нам плагины. Нажимаем вкладку плагины. И здесь, значит, смотрим, какие нам нужны. Значит, All in SEO Pack. Это плагин поисковой оптимизации. Он у нас сейчас активирован. Капча. Пускай будет. Dragon Design Site Map Generator. Это создание карты блога. Нажимаем активировать. Disable WordPress Updates. Значит, это запрещает плагин, запрещает обновление блога. И плагин у всех, чтобы не загружать наш хостинг, нажимаем активировать. Если вам требуется проверить и установить какие-то обновления, вы его деактивируете, делаете все обновления, и потом можно его опять активировать. Далее. Invisible Capture. Активируем. Это плагин защиты от спама. Дальше. Optimize Database. Для оптимизации базы данных активируем. Ну и так далее. Все плагины. Rustolat. Так. Список страниц. VP-типтограф-лайф. Related Post. И так далее. Теперь переходим в настройки нашего блога. В настройки плагинов. Значит, здесь параметры. Здесь появились у нас все наши плагины. И давайте сначала настроим плагин. SEO все в одном. Здесь нам нужно прописать заголовок. Главные страницы. Описание страницы. И ключевые слова для блога. Ну, сейчас я делать этого не буду. Я вот напишу то, что мне тут дали. Значит, название. У меня будет частки. И описание стихи. Вставляем. Ключевые слова также потом надо будет подобрать. И здесь вот мы также проведем кое-какие настройки. А именно поставим вот здесь вот параметры но индекс для рубрик, параметры но индекс для архивов и использовать параметры но индекс для архива меток. Это для того, чтобы... Так, и вот здесь эти галочки я убираю. Это для того, чтобы скрыть от индексации поисковыми системами различных дублей контента, а именно вот рубрик архивов и меток архивов. Все, здесь нажимаем обновить настройки и плагин у нас практически настроен. Так, что у нас еще здесь? Значит, нажимаем вот здесь в параметрах постоянные ссылки и здесь нам надо поставить произвольно и вставить вот такую вот строку. Значит, слэш, процент категории, процент слэш, процент постнейм, процент точка html. То есть, у нас будут посты выглядеть таким образом. Значит, у нас плагин Rustalat установлен, то есть, у нас будет сначала выводиться название блога, потом название категории и название поста html на конце. То есть, я считаю, настройки самые правильные. Нажимаем сохранить изменения и давайте с вами попробуем добавить какую-нибудь запись. Нажимаем добавить запись. Вот я вставляю сюда, так, сейчас вот это вот включим. Вставляю сюда запись. Копируем ее названием. Пока никаких картинок я делать не буду. Единственное, что я сделаю, это вот здесь вот поставлю тег, который будет у нас обрывать запись на главной странице. Это тег Мора. То есть, читать далее. И здесь вот разделю эти вот абзацы этого стихотворения. Ну, в общем, примерно так. Здесь запомним плагин SEO все в одном. Вставляем заголовок. Здесь вот нужно придумать сразу описание. Ну, я пока так вот напишу. Здесь прописываем ключевые слова. Соответственно, здесь добавляем рубрику. Нажимаем добавить новую рубрику. Стихи. Ну, допустим, метка. Я не знаю, надо они, не надо. Я лично на своем блоге их не использую. Здесь на всякий случай поставим. Добавить стихи. Так, вот вы видите, что название у нас правильное. То есть, как мы задали. Русский текст написан английскими буквами. То есть, за это отвечает плагин RUSTOLAT. И то, что мы задавали. Название блога, название категории. Так, у нас тут пока стоит author. Вот, сейчас стихия появилась. Категория, название самого поста. Точка HTML. Все. Значит, нажимаем опубликовать. И смотрим, что у нас здесь на главной странице. Вот у нас появилась наша первая запись. Ну, и так далее. То есть, сейчас мы продолжаем настраивать блог. Допустим, делаем самые основные настройки. Вот здесь вот общие. Название блога у нас идет Чацкий. Здесь стихии. Так, ну и все. Здесь сохраняем изменения. Вот, и посмотрим еще настройки темы. Чтобы нам, вот, например, сменить логотип. Для того, чтобы сменить логотип, мы заходим в папку с нашей темой. Смотрим папку images. И вот видим здесь логотип наш. Допустим, мы его сюда копируем. Открываем этот логотип в программе Adobe Photoshop. И меняем на свой. То есть, это уже работа с программой Adobe Photoshop. Или с любым другим редактором. Можно подменить логотип. Вообще, да, изменить. То есть, скачать картинку любую с интернета. Там переименовать ее вот так же. Таким же типом файла, да. То есть, логотип logo.png. И заменить тот, что у нас имеется на хостинге. Теперь давайте создадим с вами одну страничку. Давайте напишем, например, об авторе. Ну, здесь, соответственно, надо заполнить описание. Если надо, ключевые слова. И нажимаем опубликовать. Заходим на наш блог и смотрим. Вот у нас появилась здесь страница об авторе. Вот она. Пока заполнять я ее не буду. Давайте попробуем сделать с вами карту блога. То есть, страницу добавить новую. Делаем карту блога. Заходим в плагин dd7mapgen. Давайте мы его сделаем. Настроим здесь русский язык. Так, прочитаем информацию о нем. Здесь нам нужен вот этот код. Мы его выделяем. Копируем. Так, здесь нажимаем update options. То есть, обновляем. И здесь в режиме html публикуем вот этот вот код, который мы скопировали. Нажимаем публиковать. Здесь я нажал обновить, потому что она уже у меня была. Так, смотрим. Карта блога. Все работает. То есть, вот публикации. Категория без рубрики. Примет. Мир. Но эту запись нужно удалить. Категория стихии. Хождение в интернет. И страница. Вот основные настройки блога мы сделали. Здесь осталось мне только поменять логотип. Ну и проверить кое-какие вещи. И построить еще надо вот эту вот карту. XML sitemap. Здесь нажимаем заново построить карту. Если у вас после этого вот здесь все нормально. То есть, зелененькие. Красных никаких надписей нет. То значит, карта работает построена и работает отлично. Можно это проверить. Вот здесь вот набрать. Sitemap.xml. То есть, вот наша карта. Так. Все отлично. Это можно пока скопировать. И вот здесь вот сейчас мы в нашу карту, которая DDSitMapGen, вставим ссылку на эту карту в формате XML. То есть, вот здесь вот вставить полный путь. Нажать записать настройки. Так. Ну, что еще? Ну, во-первых, я всегда вот к этим всем страницам. Закрываю комментарии. Допустим, вот какая-то карта блога. Здесь комментирование вообще не нужно. То есть, я закрыл. Об авторе можно оставить. Пример страницы можно удалить. Также удаляем запись ненужной, которая была самая первая, да? Вот это вот нажимаем удалить. Так. Ну, вот в принципе и все. Все первоначальные настройки. И теперь осталось только опубликовать несколько постов. Все здесь дело подстроить. И ваш блок полностью готов. Вот это вот самый простой такой вариант. Пользуйтесь. Блог создать таким образом очень просто. Ну, соответственно, тут надо еще добавить его в поисковую систему. Установить на него вот это вот RSS. Отсюда можно удалить эту форму. Поставить свою. И так далее. Ну, об этом я уже рассказывать не буду. То есть, вот так вот очень легко можно создать свой блок в интернете. На этом у меня все. Спасибо за внимание.